Знакомство с Артёмом глава начал с увлекательного видеоролика про этот приморский город. Кроме того, он рассказал про его особое логистическое расположение, пассажирооборот аэропорта и большой экономический потенциал. Существует уже Владивостокская агломерация, куда входит не только город Артём. Владивостокская агломерация сегодня состоит из четырёх муниципалитетов. Это Владивосток, Артём, Надеждинский район и Шкотовский район и город Большой Камень. И это проект Большого Владивостока, он существует уже. В рамках этого проекта строятся автомагистрали, дорога. Первый этап, он до Большого Камня сегодня уже построен. И доступность от Владивостока до Большого Камня, она чуть больше полутора часов. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений. Вячеслав Квон предложил развивать взаимный туризм, налаживать культурные связи. Генеральный консул Индии рассказал, в честь Дня города Артёма на сцене выступит ансамбль индийского танца. Так местные жители смогут частично познакомиться с культурой страны. Тороны переговоров остались под приятным впечатлением от встречи. Спасибо за ваш вопрос. Но как уже глава города отметил, Артёма является частью Владивостокской агломерации. И будучи частью Владивостокской агломерации, он является также для нас важным местом, важным городом. И Индия, согласно тому протоколу взаимодействия, который был подписан между Россией и Индией на высшем уровне, Индия сейчас также заинтересована в инвестиционном сотрудничестве. И мы исследуем возможности для взаимоотношений. И еще я хотела бы также отметить, что индийская компания «Джейрус» уже существует здесь, на территории Артёмовского округа. И это уже символ нашего присутствия здесь. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в развитии отношений. В завершении генеральный консул и глава округа обменялись памятными подарками. Юлия Скуменко, Иван Петров, Егор Бондаренко. Городские новости. Телеканал «Лента».